В этом сезоне мной было запланировано вырастить небольшое количество капусты и калераби. Это вот такая капустка. Сорт я выбрал на пробу для выращивания в этом сезоне. Венская белая 13,50. Что можно сказать про этот сорт? Сорт неплохой. Вот капустка выросла довольно такая крупненькая. Вкус еще пока оценить сложно. Мы не пробовали. Но я думаю на вкус она должна быть очень неплохая. Эту капусту я сеял непосредственно семенами сразу в грунт. Где-то в начале мая. Потом она немножечко подросла и уже рассаживал на грядку. Единственное что получилось, я и не планировал выращивать этой капусты много. Но хотел плодов хотя бы 3-4 попробовать вырастить. Но однако уцелел у меня только один единственный плод. Вот он. Один ушел в стрелку, а второй тоже пошел непонятно во что. В стебель. И так в конце концов стеблеплод не завязался. Возможно тут виновата погода. Возможно немножечко некачественные семена. Судить теперь уже сложно. Ну как бы то ни было, вот эта уцелевшая капуста выросла хорошо. И если бы у меня было бы ее побольше, я думаю вполне бы было несколько качанчиков. Эту капусту рекомендуют убирать, когда она не очень крупная. Поэтому я не буду дожидаться, когда она уж совсем станет большая. Я думаю уже вполне можно ее сейчас дергать. Сегодня 20 июля. Дожди сплошные идут. И вот сейчас небольшой перерывчик. Еще немножечко моросит какой-то дождик. Но я думаю можно между делом выдернуть эту капусту. И потом уже ее продегустировать. Вот капуста. Венская белая. Кальраби. Сегодня будем ее дегустировать. Поскольку хранить долго ее не планируем. Лишнее будет обрезано. И сразу она будет пущена в дело. Но если хранить ее несколько подольше, как некоторые делают, то ее можно хранить в погребе в песке. На вид капуста очень симпатичная. Плотная очень. Красивая. Вот такая капуста венская белая. 13,50. Для интереса попробую завесить. Ну я думаю, с полкилограмма наверное может быть. То есть не слишком переросла явно. Вот дождик закончился. И после того, как капустка кальраби приняла водные процедуры, сейчас она подсохнет. И уже можно будет ее использовать по назначению. Огородники знают, что эта капуста представляет из себя стеблеплод. Вот такой симпатичный плод. Я уже упоминал, что если хранить эту капустку подольше, надо оставлять кочерыжку. Вот у нее кочерыжка вот здесь вот. Она довольно мощная. Я ее просто сейчас отрезал. И тогда она хранится в погребе и достаточно долго. Ну поскольку этого не требуется в данном случае, то я кочерыжку отрезал. Ну а выглядит капустка вот таким образом. Чем-то по форме она отдаленно напоминает репу. Ну хотя, это стеблеплод, а репа корнеплод. Это абсолютно разные вещи. Чем хороша эта капуста кальраби? Тем, что в ней очень много различных витаминов. Я их перечислять, конечно, не буду. Но разных полезных веществ в ней полно. Поэтому вырастить ее не очень сложно, не сложнее, чем обычную капусту. Вот во всяком случае у меня выросла без особых ухищрений. А иметь на огороде несколько хотя бы растений, вот именно этой капусты кальраби, я думаю, никому не помешает. Напомню, это сорт венская белая, 13,50. Ну сортов много. Я просто в этом сезоне пробую именно этот.